В кино у меня не такой большой опыт работы, но это специфическая область музыки. Сейчас там очень много наработок своих, и нужно этим просто как-то жить, быть в курсе технических новинок и так далее. Но я написал где-то так, условно говоря, два фильма, и там еще документальные фильмы. И моим крестным отцом в области вот этого жанра киномузыки является Ильдар Исламголов. К его фильму я написал музыку. Он меня очень долго пытал, не давал мне спокойно написать все грамотные какие-то ноты. Ему надо было что-то еще там добавить, еще-еще. Причем как образец для музыки он вообще мне прислал такую музыку. Знаете, сейчас очень принято ориентироваться на какие-то уже готовые образцы. И то, что он мне прислал, это был, конечно, очень высокий уровень, такой, знаете, не только чисто музыкантский, но и уровень, что ли, такой звуковой обработки, что называется, саунд. Эта задача была для меня абсолютно новая, абсолютно. То есть я вот не был к ней готов, но сам материал, который мне дал Ильдар, он меня как-то увлек, и я каким-то чудом совершенно, непонятным для меня чудом, вдруг создал что-то подобное, что он мне прислал, ну, по-своему, естественно, там какое-то, что свое видение и слышание я предлагал. И как-то вдруг неожиданно получилось, на мой взгляд, приличная музыка. Я даже как-то не ожидал такого, что будет. Я думаю, что это во многом большая-большая заслуга режиссера Ильдара. Не трогай меня! Не трогай! Я буквистом его и вернусь к своей любой-любой из меня. Что mana? Хватит. Все, все, всеу, все. Тихо, 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 тихо. Для мелодрамы писать, я думаю, сложнее, потому что если это боевик, там такая ударная музыка, в общем, все понятно, да, если это фильм, предположим, ужасов, да, там тоже есть набор определенный. И в мелодраме есть определенный набор, но в мелодраме, если ты начинаешь писать именно по тем клише, которые существуют, ну, невероятно легко попасть в банальную такую совершенно кисель какую-то, знаете, совершенно невозможную музыку, которая вот отдельно слушать такую музыку, ну, просто нельзя. Ну, с кадром она еще ничего сочетается, может, я сужу по сериалам, вот, но отдельно это совершенно невозможно. А мне не хотелось бы писать музыку, знаете, такую, которую нельзя было бы слушать отдельно. Я композитор, который претендует, по крайней мере, на какую-то самостоятельность не только в кадре, но и отдельно. И я совсем не хотел писать вот этот кисель, но, тем не менее, там должна быть определенная банальность. В том-то и дело, здесь вот такая грань, что в такую совсем банальность не хочется попадать, но при этом банальность необходима, потому что жанр такой. Там должна быть некая слезливость, там должна быть лирика, безусловно. Как быть? Это очень сложно. И я считаю, что мелодрама самый сложный жанр для композитора. Я думаю, что во многом для режиссера тоже, потому что, опять же, те же самые штампы практически существуют и в кинематографе, и для режиссера это тоже проблема. Вот, и что-то я старался, мне кажется, что-то удалось. Я надеюсь. Я надеюсь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok